Я понимаю, что многие из вас не смотрят такую группу, как группа Ленинград. И поверьте, случайно мне попал их ролик, он набрал уже несколько десятков миллионов просмотров, что в нем интересно. Просто до этого ролика мне рассказали очень интересную вещь, приехавши оттуда из Абхазии. Дело в том, что там оказывается на месте, я рассказываю так, как мне рассказали те, кто отдыхал там недавно. Оказывается, там на месте, а вы знаете, что там был советский питомник обезьян, так вот всех мартышек там скупили. И не только наши, но еще и европейцы. Я действительно могу подтвердить, что так и было, потому что где-то лет 15 тому назад одна моя знакомая вдруг решила себе мартышку такую приобрести. У нее вот-вот должен был родиться ребенок, и она хотела вот к ребенку еще мартышку купить. И она поставила на уши здесь всю Европу и весь Кавказ. Поругалась там со всеми по телефону. Но в результате этой ругани ей привезли кавказцы сами домой в Тулу эту мартышку живую. И вот она у нее какое-то время жила там. Я, честно говоря, до сих пор удивляюсь, как она рисковала собственному ребенку. Ну, это уже другое дело. Самое главное, что мартышку купить можно с доставкой на дом. Она обошлась, ну, относительно, конечно, ведь вы понимаете, у кого какие запросы, относительно недорого. Теперь к чему я это говорю? Что касается проблемы, с которой сегодня столкнулся мир, которая связана с единомоментным появлением экзотических заболеваний в разных регионах мира, на себя обращают внимание следующие факты. Первое. То, что это именно единовременное появление в разных странах оспы. В данном случае это разновидность оспы обезьяны. Вот товарищ, который там отдыхал, он мне и рассказал, что сейчас в Абхазии очень такой неплохой бизнес развивается. Уж не знаю, опять же, насколько это правда. Я вам рассказываю как бы то, что мне было рассказано тем человеком, который был на месте. Еще раз просто повторюсь, больше не буду это произносить. Так вот, всех мартышек они продали в Европу преимущественно, ну, может быть, в США часть, и у нас начали интересоваться этими мартышками. Почему? Да потому что оказывается, что мартышка в каком-то смысле лучший сексуальный партнер. Если ее правильно воспитать, не подумайте, что я сейчас делаю рекламу, я просто сам в шоке, звезда в шоке. Я просто офигел, когда услышал. Оказывается, для первых раз ее там накачивают каким-то успокоительным и делают все, что надо, а потом она уже как заботливая жена все делает сама. И это стоит каких-то копеек, которые потрачены на ее покупку, а потом это все окупается со сторицей. Я, конечно, обалдеваю, потому что я знаю нравы некоторых восточных народов. Мы много с вами видели, особенно когда это было можно вывешивать в открытом эфире, мы много с вами видели такой любви с животными, которые происходят там на восточных, на кавказских, на этих каких-то странах. Поэтому и ходило столько много всяких рассказов и повествований. И это все было на кадрах, понимаете. И даже помню такой самый-самый такой шуточный, я не знаю, может парень пошутил, не знаю. Он сфотографировался с овцой вот так в обнимку, вот так вот его харя и ее. И подпись под этим самым, это был по-моему инстаграм, и подпись под снимком «Я и моя любимая овца» и написано «Я слева». И там вот эти комментарии, особенно насчет того, что он указал, что он слева, это было просто огромное количество. Но теперь посмеялись и хорошо, может быть это шутка, которую распускают местные, чтобы так позабавить приезжих. Но дело в том, что пока мы консультировались в своем каком-то кругу по поводу, как к этому относиться, реальность это или не реальность вообще, ну или просто это шутка действительно, потому что в каждый период времени появляются какие-то подобные шутки. Ну и решили, что это шутка. А тут натыкаемся на этот самый ролик, который выпустила та самая группа «Ленинград», в котором в этом ролике они напрямую, прямым текстом матерным поют о том, что вот не надо было дрюкать обезьян, отсюда и пошла обезьяня оспа. На самом деле, если откатиться чуть назад, и они там приводят еще примеры своей песни, что вот не надо было туда в Африку ходить и заниматься тем же, потому что в результате получили оттуда спид, ну и так далее. Там много примеров у них, так, в принципе, я ссылку оставлю, послушайте, может быть, кому-то понравится или что-то вы для себя там нового почерпнете. Но смысл здесь вот в чем. Действительно, я вот как всегда вам говорил, много раз говорил, что нельзя культивировать межвидовые отношения, нельзя. Вот у нас сейчас проблемы в нашей человеческой среде начались-то от чего? Из-за того, что три раз ты со своими гнилыми мозгами, они и начали уверять с трибун больших то, что человек у нас принадлежит к одному виду. В результате все, извиняюсь за выражение, перетрахались, и в результате все друг друга нахлобучили не только мутациями самыми бешеными, невообразимыми для самой природы, но также и всеми болезнями. Я напоминаю, даже группы крови, даже группы крови, они специфические для людей определенного вида. Все из вас, кто интересовался этой проблемой, знают, что если человек родился, допустим, вот в нашей белой части, то ему для поездки в Африку нужно ехать там с какой-то прививочкой. Опять же, по группам крови она вычисляется. А если человек родился в Африке, то ему не надо делать эту прививку, потому что те паразиты, которые оттуда ему перелазят, из африканских там водоемов и среды окружающих в организм перелазят, те уже его группой крови, африканская, они отбрасываются как иммунитетом. Вот смысл в чем. Группа крови – это приспособленный иммунитет, зафиксированный в мутациях, которые передаются по наследству. И когда мы, все люди, перемешались, получились такие уроды, которых просто красавцами и не иначе как не назовешь, когда от этого начали мозги, ум за разум заходить, вы думаете, в Америке, которую 70-е, 80-е называли, помните как? Плавильный котел цивилизации. Так вот, что теперь там сплавилось-то в этом, выплавилось в этом котле? Вот эти все 50 оттенков полов от девочки до мальчика, 50 разных. То есть там кукухи поехали окончательно. И вот самое главное, что, как всегда, в любом растворе, в любой смеси есть менее подвижные кукушками своими и более подвижные. Так вот, более подвижные, оказывается, пошли уже не в народ, а в зоопарк, и подбирают себе любимых там в зоопарках. Вот, представляете, что творится. И я не знаю, насколько это, опять же, правда, но раз это уже вышло на эфир, причем миллионные, многомиллионные, еще раз скажу, что их песню послушали уже несколько десятков миллионов человек, и давайте все-таки будем последовательными. Вот китайцы нажрались своих этих летучих мышей, наградили весь мир одной болезнью. Европейцы, значит, по обезьянкам прошлись, теперь оспой нас пугают. И вот такая штука постоянно отовсюду грозит. И сидит там такой же непонятный чел в этой организации всемирного здравоохранения, который сам тупой, как валенок, тупой, тупейший, его взяли, представлять у него ни папы, ни мамы не было, он был где-то под деревом, рос, его сначала спутали с желудем, а потом, когда он не стал давать корней, а стал махать руками, тогда уже поняли, что это человечек. Я шучу, конечно, чтобы не обижался, то мало ли, еврей Иисус, может быть, он обидится на меня, надо же такую фамилию и имя забрать. Вот почему на него настоящий еврей Иисус Христос не обижается, что он у него такой плагиат прям сотворил, просто взял полностью имя и фамилию и обалдевает. Так вот, нам, на мой взгляд, нам, на мой взгляд, нужно обязательно начинать избавляться от этого паразитизма, который начинает блудить с такой неимоверной силой, что в результате уже невозможно ничего почти исправить. Сегодня Владимир Путин объявил о возврате, что надо вернуть звание мать-героиня, чтобы, я понимаю его, и все понимают, я думаю, чтобы вернуть численность населения в нашей стране. Но если мы сейчас, как он предлагает, по миллиону будем платить опять просто за численность, мы здесь опять получим в себя Китай и Африку. Потому что кто у нас платится-то по миллиону за 10 детишек-то? Конечно, Китай и Африка. У нас и так сегодня китайские популяции, якуты, допустим, там, те же татары, башкиры, они и так сожрали всю территорию. Простите уж меня, башкиры, татары и якуты. Но вы за собой просто не видите. Посмотрите, что творится в той же самой Якутии. Это супернационализм. В Якутии нет ни одного русского чиновника или какого-либо деятеля. Вы думаете, якуты просто безумно умны, чтобы все сразу завоевать, вот эти все строчки своих различных чиновничных мест? Или, может быть, все-таки там фашизм якутский процветает? И вот я вам еще раз говорю, что чтобы страну нашу поднять с колен в демографии, нужно не по миллиону за 10 человек, за 10 голов, за пучок редиски платить. Нужно конкретно на карандаш русские семьи и в русским семьям каждой семье русского человека платить деньги за рождение, огромные деньги, не какой-то миллион. Пусть за этот миллион себе этот самый олигарх, я уж не буду его фамилию называть, уборщица нанимает. Помните, он тогда жаловался? А тут целая судьба человека, целая ячейка общества, причем умная, не какая-то просто, которая вчера оленей хлыстом гоняла. Еще неизвестно, что там происходило дальше в разрезе первой части моего выступления. Иначе, иначе мы с вами, вот так поощряя всех этих толерастов, которые по обезьянам ходят, которые сами похожи там на обезьян, еще что-то, если мы им из-за толерантных всех посулов наших будем им идти навстречу, мы сами останемся без цивилизации. Это нужно понимать. Я не говорю сейчас о здоровье, это уже хрен с ними, пусть они там спариваются хоть сутконосом, пусть у них у самих эти вместо черепов клювы вырастают, фиг с ними, но самое главное, что цивилизация должна остаться. Она не может умереть от того, что станет засильем полурыб, полуобезьян, полулюдей, полуоленей. Но не может просто из-за этого погибнуть. Давайте лучше ядерную войну нафиг развяжем. Это будет хотя бы признаком цивилизованности. Я, конечно, пошутил насчет войны, но смысл в том, что это хотя бы будет признак, что мы дошли до такого величия, что придумали, как друг друга, и у каждого из нас получилось какое-то оружие ядерное, как вот друг друга замочить. А то ведь, понимаете, над нами будет смеяться вся галактика, что мы подохли, как вид на всей Земле, из-за того, что когда-то отторобанили десяток обезьян и зацепили от них эту болезнь. А последним гвоздем в крышку нашего гроба стало то, что мы деньги последние перераспределили не на человека, а на метиса с обезьяной, у которой был хвост от утконоса. Вот, вот я что вам хотел сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!